Руслан, ты чего загораешь? Я представляю, что я нежусь на солнышке. Лето же в самом разгаре. И утро еще в самом разгаре. Доброе утро! Всем привет! Хорошего вам настроения. Руслан, рассказывай, а как же взбодриться с утра? Я думаю, что надо пойти в парк, прогуляться, подышать свежим воздухом. А вообще, наверное, лучше всего будет принять участие в какой-нибудь экологической акции. Ты знаешь, я тут понял, что у нас очень ответственные люди живут в округе. И даже нашел про это сюжет. Давай посмотрим. Озеленение города, раздельный сбор мусора, работа проекта «Мегабак» и высадка деревьев. Мероприятия, направленные на сохранение окружающей среды. Реализуют их и в Одинцовском округе. Ведь сегодня вопросы экологии как никогда актуальны. Это важно для сохранения нашего будущего, потому что без природы у них никак. Мы этим дышим, мы лицезреем это все дело. Хорошо же, когда все хорошо. Стараюсь не сорить. Это, во-первых, не вырывать какие-то растения, которые занесены, которые еды. Не губить природу. Экономия ресурсов, сортировка пластиковых изделий и сдача вторсырья. Заботиться об экологии может каждый, соблюдая простые правила. И многие жители округа стараются их выполнять. Убираю мусор, выкидываю за собой на улице. На природе могу убрать, если увижу, кто-то выкинется на землю. Придерживаюсь правил экологии. Не выбрасываю мусор в неположенных местах. Слежу за тем, чтобы не ломать ветки на деревьях, чтобы вода из крана зря не текла. Для Елены и членов ее бригады забота о природе – часть работы. В любую погоду они ухаживают за растениями, поддерживая чистоту и порядок города. Все, что для нас прекрасно вокруг и окружающей среде, мы все стараемся содержать в полном порядке. Косим, пилим, полим, сажаем, убираем, срежем. Все делаем. Если люди не станут мусорить, будут заботиться об окружающей среде, бережно относиться к ресурсам и природе, то экологическая ситуация определенно изменится в лучшую сторону. Я уверена, что наши жители очень ответственно относятся к окружающей среде. А давай узнаем это прямо сейчас. А поможет в этом наш корреспондент в рубрике «Про опрос». Всем привет! Это рубрика «Про опрос». В каких экологических акциях участвуют жители Одинцовского округа, узнаем сегодня в нашем выпуске. Деревья сажаем, белим, убираем. Вокруг дома цветы. Мы с весны на даче, поэтому сплошной экологией занимаемся у себя на участке. Просто за внуком слежу, чтобы нигде не сорил, да ничего. Хочется дать молодому поколению более хороший мир, чтобы дышали обычным воздухом, не загрязненным, чтобы пили чистую воду, не грязную, и чтобы было чисто на улице. Помогало сажать деревья. Сегодня мы узнали, что Одинцовцы к экологии относятся неравнодушно. Они всячески помогают поддерживать чистоту и порядок в округе. А с вами была Эмилия Ракелян. Пока-пока! Руслан, я думаю, правильное начало дня – это немножко сладкого за чашечкой чая. Ох, Катя, как ты любишь сладкое. Интересно, есть ли среди наших телезрителей такие же сладкоежки, как ты? Конечно, есть. Но я уверена, что гороскоп от нашего эксперта Виктории Штельхорн поднимает настроение не хуже, чем сладкое. Доброе утро! Меня зовут Виктория Штельхорн. Это рубрика «Про гороскоп». Посмотрим рекомендации для вас на этот день. Овны, 15-й старший аркан дьявол, рекомендует вам сегодня осознать, что вас блокирует, что вам мешает. Какие-то, может быть, мысли, эмоции, переживания, может быть, даже какие-то страхи. Именно сегодня вы можете с этим разобраться. Распознайте самые страхи и помехи. Распознавайте их и отпускайте. Освобождайтесь. Выходите наружу, выпускайте их наружу. Не позволяйте им себя останавливать. Также в течение сегодняшнего дня аркан дьявол рекомендует активно выпускать любые вообще желания, эмоции наружу. Вот прям быть активным, максимально заниматься делом, меньше мечтать и переживать, и сомневаться, а больше переходить на дело, активность. И даже физическую активность, может быть, спорт. Тельцы, «Шестерка Пентакли» рекомендуют вам сегодня обратить внимание на то, кому нужна ваша помощь. Дать эту помощь. И помощь – это не обязательно, может быть, просто провести время, либо помочь финансово, деньгами, чем-то еще. А даже советом. Смотрите, кто тянется за вами, как за наставником, кому нужна ваша рекомендация. Также «Шестерка Пентакли» рекомендует подумать, а не нужен ли вам наставник. Близнецы. Одиннадцатый аркан справедливости рекомендует вам сегодня поставить точку. Однозначно сказать «да», однозначно сказать «нет». Там, где пришла пора. Сделать выбор, сделать решение. Стать тем самым судьей, который изображен на этом аркане. Не бояться, не избегать этого выбора, а сделать его именно сейчас. От вас требуется решительность, уверенность, четкость и даже некоторая холодность. Опираться в течение дня лучше на свой интеллект, на свой рациональность, на свой опыт, нежели на чувство и интуицию. Рак. Для вас рекомендация – это двойка кубков. Быть проницательным и внимательным к другому человеку. К любому другому человеку, который будет вас сегодня окружать, либо который будет с вами общаться, коммуницировать. Прямо постараться понять, что же требуется человеку, что именно он хочет от вас услышать. Поддержать, возможно, принять его таким, какой он есть. Будьте сегодня открыты к другим людям. Позволяйте им быть собой и помогайте им находить какой-то такой баланс с собой и, конечно же, с вами в вашем диалоге. Львы. Туз кубков рекомендует вам в течение дня отпустить любые блоки, расслабиться, насладиться. Да, действительно, может быть, уделить некоторое время своему удовольствию, а также обращать внимание на собственные эмоции. Отдайтесь этим эмоциям. Хочется смеяться – смеемся. Хочется плакать – плачем. Сегодня день исцеления. Туз кубков, как исцеляющая карта, вот так и рекомендует отпускать все, что идет. Быть естественным и настоящим. Девы. Паж мечей рекомендует вам в течение дня взять паузу, задуматься, оценить всю ситуацию, как она есть. Не спешить с выводами, не делать резких движений, да, не принимать очень поспешных решений. И в том числе оценивать ситуацию со стороны. Даже на себя и на свое поведение, на свои шаги смотреть как будто со стороны. Быть некоторым наблюдателем той или иной ситуации. И также паж мечей рекомендует быть оригинальным, да. Не бояться отличаться от других. Весы. Десятка кубков рекомендует вам сделать особый акцент на то, чтобы поддержать атмосферу и хорошую обстановку в своем окружении. Также десятка кубков напоминает о том, что семья – это невероятная ценность. Это ваше благо, это ваша сила. Семья, окружающие вас люди, близкие люди. Поэтому постарайтесь поддержать эту атмосферу. Возможно, именно вы сможете создать нужное настроение в том или ином коллективе. И также десятка кубков рекомендует уделить время своему настроению и настрою. Сделайте что-то полезное и приятное для себя. Скорпионы. Для вас пятерка кубков рекомендует сегодня не ждать каких-то конкретных обстоятельств. Высока вероятность каких-то перемен, которых вы не ждете. Либо высока вероятность того, что что-то пойдет не по плану. Пятерка кубков рекомендует вам все-таки не строить высокие ожидания и реагировать на любые изменения и на любые неожиданности легко, с принятием, с пониманием, что пришло время что-то менять. Будьте адаптивны, быстро адаптируйтесь под ситуацию и тогда все очень хорошо решится. Стрельцы. Восьмерка жезлов рекомендует вам сегодня двигаться просто по плану, делать шаг за шагом, никуда не тратить энергию попросту. Любой шаг должен приносить результат. То есть расходуйте свое время, энергию и силы на благо, на то, что действительно для вас полезно, то, что действительно приведет хоть к какому-то результату. Также вспомните свой список задач и просто ему следуйте. Козероги, шестой старший аркан влюбленный рекомендует вам сегодня быть особо открытыми к общению с другими людьми. Коммуникация сегодня может быть для вас максимально благоприятно. Также этот аркан рекомендует не давить на свое, а искать компромисс. Принимать и позицию другого человека, и свою позицию в том числе отстаивать, но не давить, а договариваться. Также карта влюбленный рекомендует быть настоящими, принимать себя, свое естество, свое тело, свой характер. И вот вы увидите, как легко вас начнут принимать другим. Водолеи, тройка кубков рекомендует вам отпустить себя на самотек. Также возможно устроить небольшой праздник. Тройка кубков также рекомендует не бояться каких-то случайностей, каких-то стечений обстоятельств. Если вдруг вас внезапно куда-то позовут, либо как-то сложится ситуация, что вы поедете совершенно не туда, куда планировали, начинайте получать от этого удовольствие. Ничего не бывает просто так. Сегодня день удачи. Рыбы. Король кубков рекомендует вам сегодня не делать резкие движения, а больше наблюдать, анализировать, чувствовать. У особо обращать свое внимание на ощущения и чувства. Что вы сегодня считаете? У вас есть возможность сегодня понять, осознать и заметить то, что вы долго не замечали. Ваша интуиция сегодня может говорить с вами особо громко, поэтому делайте выводы, наблюдайте, чувствуйте, замечайте, как себя ведут люди. А в дальнейшем вам эти наблюдения понадобятся. Прекрасного дня! Катя, я спешу тебя поздравить, ведь сегодня день молодежи. Мы же еще молодежь с тобой. И ты знаешь, этот праздник берет начало еще в Советском Союзе в 1958 году. В этот день проходили собрания, слеты, съезды активистов. Впрочем, ты знаешь, в нашем округе тоже всегда насыщенная программа в этот день. Это здорово, Руслан. А ты знаешь, что 27 июня еще отмечается и Всемирный день рыболовства. Помнишь, мы когда-то хотели с тобой пойти на рыбалку? Летнее утро, природа. Да, еще как помню, Катя. Только надо как следует подготовиться. Знаешь, это не так, что взял уночку и пошел. Смотри-ка, а сегодня еще один интересный праздник. День рождения банкомата. Думаю, для современного человека пластиковая карта – это неотъемлемый атрибут просто. Руслан, это точно актуальный праздник. А я вот тут у тебя хотела еще спросить, как ты относишься к резьбе по дереву? Кать, ты меня удивляешь. Я думал, ты спросишь опять что-нибудь про спорт. Спорт всегда в приоритете. Но тут есть еще одно интересное дело. Создавать из дерева различные предметы – достаточно кропотливый труд. Предлагаю тебе посмотреть, какие изделия готовит ученик из лесногородской школы. Работа с деревом и различными механизмами ученику лесногородской школы Дмитрию знакома с 10 лет. Недавно он одержал победу на региональном чемпионате молодые профессионалы Московской области по компетенции «Столярное дело». И это далеко не первое достижение юного мастера. Такой работой можно назвать как раз таки часы, которые находятся сзади нас. Они были одной из сложнейших работ моих для Всероссийской олимпиады школьников по технологии. И, соответственно, они мне крайне запали в душу. И даже как-то продавать их или что-то делать с ними не хочется. Разметка, обработка, точность сборки, а еще технологическая документация и презентация. На конкурсах все по регламенту. Ну а дома юный мастер дает волю фантазии. Новые идеи рождаются прямо в мастерской. Они получаются в процессе работы. Делаешь, например, заказы и как-то подчерпываешь идеи. И дальше развиваешь направление, которое запало в душу. А в конкурсы я хотел бы уже в следующем году или через год участвовать в взрослой компетенции WorldSkills по столярному делу. Дмитрий уверен, что главное это терпение и труд. Так учил его отец, мастер столярного дела. Сейчас юноша готовится к Всероссийской олимпиаде школьников, разрабатывает кинетическую скульптуру. Руслан, так это не проблема. У нас в студии ученик Лесногородской школы Дмитрий Дудченко. Здравствуй. Здравствуйте. Дмитрий, доброе утро. Расскажи, пожалуйста, как вообще началась история, что ты решил заняться обработкой дерева. Ну, изначально я начал заниматься обработкой древесины с отцом, помогая ему в мастерской, еще с 10 лет. А сейчас тебе сколько? Сейчас почти 17. О, что ж, какой хороший стаж уже, серьезный, и поделки такие непростые. Я знаю, что у вас дома целая мастерская, и сегодня ты принес некоторые изделия. Расскажи, пожалуйста, в каких техниках ты их изготавливал, и, может, какие-то особенности тоже были. Ну, я сегодня принес несколько примеров изделий из разных областей, таких как, я, например, вырезал вот эту скамейку на станках с числовым программным управлением, фрезерном станке. Ее было очень сложно вырезать. Такие же можно сделать и большой величины. Это делать для небольших выставочных экспозиций. В ней прорезаны все элементы. Ну, я вижу, да, вот отверстия маленькие, да, есть. Слушай, это очень красиво. А ты сам проектируешь и создаешь вот дизайн изделий? Я вот смотрю, там прям птица изображена очень реалистичная, красивая. Я иногда, я сам моделирую, но большинство идей подчеркиваю из интернета. Потому что вдохновение надо... Как эскизы, в общем, да, используешь? Ну, ничего себе, то есть, получается, ты не просто вырезаешь, ты еще и сам на компьютере это все моделируешь. И потом уже обалдеть. Вот это большой и сложный процесс. Скажи, пожалуйста, у тебя наверняка есть за плечами большое количество конкурсов, в которых ты участвовал, показывал работы. Что самое трудное? Как вообще они проходят? Какие-то задания заранее даются или это там в свободном формате проходит? Я думаю, что было бы зрителям интересно послушать. Расскажи, пожалуйста. Ну, из самых сложных конкурсов можно отметить Олимпиаду по технологии всероссийскую и WorldSkills. На Олимпиаде по технологии ученики должны доказать свои теоретические знания, практически выполнить изделия, данные на конкурсе, и показать свой проект, который подготавливается не один месяц, а может и даже не один год. Ничего себе, как дипломная работа получается такая, да, большая? И по объему документации примерно так же. О, ничего себе, то есть, это еще и документация надо делать? В документации описывается полный процесс изготовления, материалы, экологическое обоснование, заключение, реклама. Ничего себе. И также WorldSkills. Там дается за определенный срок до начала, даются все чертежи, и конкурсанты сами выполняют их, дальше тренируются и, соответственно, показывают свой результат тренировок на конкурсе, который проходит три дня. Ничего себе. Ну, это, наверное, удобно сделано, чтобы проверить, у всех работы одинаковые и сразу видно по качеству разницу. Там устроена система так, что изделие проверяется, там составные детали у изделия есть, например, я рассказываю про столярное дело, там есть соединения все отмечены, и после того, как ты сделал соединение, ты его сдаешь на проверку в этот же день. И тебе выставляется оценка, и потом будет оценка еще всего изделия. Серьезное мероприятие. Да, достаточно. Не просто люди собираются показывать работу, это прям уже подготовка большая. А вот интересно, ты над чем-то работаешь сейчас, или как бы летний период у тебя такой, наоборот, период вдохновения? Ну, летний период, он всегда подразумевается с еще большим трудом, чем зимний, осенний, весенний, так как надо подготовить, я сейчас готовлюсь к Олимпиаде по технологии, буду уже в третий раз участвовать в этом году на заключительном этапе, и подготавливаю свой проект, изучаю тему, документацию пишу, всевозможные. Дима, скажи, пожалуйста, вообще, очень, знаешь, вот я смотрю на работу, и выглядит, что действительно очень много времени надо вложить, чтобы получить такой результат, и наверняка ты очень усидчивый, терпеливый молодой человек. Расскажи, что тебя вдохновляет вообще, вот как рождаются какие-то новые формы, идеи, образы? Ну, больше всего вдохновляет то, что я, когда сажусь за изготовление изделий, то отдыхаю морально и физически, как-то обосабливаюсь от мира и ухожу в себя. И воплощаю свои идеи. Творческий процесс, как медитация такая своего рода. Ну, по сути, так. Здорово. Да, интересно. А вот где-то, может быть, ты что-то подсмотрел, там из фильмов хотел что-то воплотить. Может быть, есть такие у тебя работы? Или сам как-то все придумал? Сейчас я хочу сделать одно изделие. Это трон из «Игры престолов». Ого, да, это так. В натуральную личину? Нет, для шарнирных кукол. А, ну, это все равно, ну, вот размер приличный, да, будет? Круто. Мне кажется, это прямо можно бизнес делать. Ты представляешь, как популярность какая. Конечно. Большой спрос. То есть сейчас ты готовишься к конкурсу, да? И когда он будет проходить? Он будет проходить там, у Олимпиады, есть несколько этапов, школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Они проходят с конца осени до конца весны. Они разбиты на определенные периоды. Это полгода. Ничего себе, да. Ну да, то есть этапы какие-то, и потом тебя было, да, как-то награждать тоже, выделять. Дима, расскажи, пожалуйста, я вот смотрю, у нас тут стоит кукла с шарнирами. И я так понимаю, что это как раз вот конкурс, который последний был, да, про шарнир? Да, это мы ездили в Москву на выставку, и там представляли свои изделия. Вот как раз это одна из первых моих шарнирных кукол, которые я сделал полностью сам. И я ее там представлял. А расскажи подробнее, с чего сделано, потому что я смотрю, что это не дерево. Это данная шарнирная кукла сделана из пластика на 3D принтере. Современные технологии. Да, да, да. А насколько это сложно по сравнению с деревом, и требуется ли какая-то дополнительная обработка модели после печати? Это несколько, можно сказать, даже проще, чем с деревом, потому что дерево не прощает ошибок. А с пластиком можно как-то его приспособить под себя, доделать, наплавить и так далее. Данная кукла обрабатывалась химическим способом, чтобы сгладить слои. Ну, то есть там послойная печать, и вот каждую отдельную детальку ты печатал, и потом обрабатывал. А про шарниры, вот расскажи, пожалуйста, это же как скелет получается, и потом собирается, да, это все? Ну, в общем, да. Там есть часть деталей, они полукруглые, часть деталей сделаны под вот этот полукруг. И, соответственно, они, это, по сути, анатомический скелет. С суставами? Да, со всеми суставами. Ну, выглядит классно. Интересно, очень реалистично, да. И она двигается, то есть в какую ползу поставишь? Да, она полностью двигается. Интересно. А вот расскажи про свои изделия, чтобы они хранились дольше, ты, наверное, их обрабатываешь еще чем-то, да? Да, все изделия я покрываю всевозможными маслами, чтобы они хранились дольше и не подвергались внешнему воздействию. Интересно. А вот я вижу, это вот такая небольшая ваза, и она обработана, да, чем-то? Вот расскажи, можно ли ей пользоваться, например, наливать в нее воду, там, ставить какие-то цветы? Да, эта ваза сделана больше для декоративных целей. В нее лучше поставить какие-нибудь сухоцветы или что-то подобное. Чтобы она не пропускала воду, ее надо более тщательно обрабатывать. Здесь она обработана тунговым маслом, которое тоже не сильно пропускает влагу, но все-таки не подходит для таких целей сильно. Какая большая наука вообще. Вообще целая технология, да? Да, научиться. Зачем ты говоришь, это так непросто. Вот взял и ножик, и пошел резать. Ну да, и получается, ты еще знаешь и физику, и химию, да, тебе это все пригодилось. Целая технология включает в себя все спектры наук в определенной степени. Интересно. Ну что же, спасибо большое за такую увлекательную беседу, Дмитрий. Желаем тебе только успехов, всего самого лучшего. И вам того же. Ох, Руслан, я думаю, вот бы сейчас пробежаться в парке или потренироваться. Да, ты уже, знаешь, достаточно долго держишься без своего любимого спорта. Все-то ты замечаешь, Руслан. Спортивное утро – залог успеха. В эфире наша рубрика «Про спорт». Здравствуйте, в эфире программа «Время спорта» и с вами Екатерина Крамор. Сегодня мы находимся в гостях у спортивной школы Одинцова, чтобы узнать, как тренируются наши хоккеисты. Александр Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как прошел ваш спортивный год, какие успехи и достижения. Наш спортивный год или сезон начинается в середине июля, то есть 15 июля где-то вот мы так начинаем. Начинаем подготовку мы обязательно с общей физической подготовки, то есть занятия проходят только на земле. Две недели мы тренируемся, развиваем общие физические способности и особенности развития ребенка вот именно вот в этом возрасте, в данном. Что им нужно, какие упражнения, какая нагрузка распределяем для данного года и для данных возрастных категорий. То есть у нас идет там общая физическая подготовка, то есть бега, прыжки, развиваем организм, укрепляем. И после этого, через две недели уже выходим непосредственно на лед. То есть совершенствование уже переносим на хоккейные рельсы, так сказать, в физическую подготовку. Уже идет у нас техническая, это техника катания, владение клюшкой и шайбой, техника передачи, приема. Там тактические упражнения уже начинаются там один в один, один в ноль, два в ноль. И уже после этого у нас идет специальная подготовка, то есть это мы уже начинаем играть товарищеские игры с соперником. Там участвуем в турнирах предсезонних. И уже с начала сентября у нас начинается наше соревнование, открытое первенство Московской области и Кубок Москвы. И начинаем играть. И играем мы два раза в неделю. Субботу на Москву, в тресенье играем на область. Игр много, детям очень нравится, когда много игр плюс тренировки у нас это все. Мы все закрепляем играми и хорошие результаты у нас есть. Мы на области на третьем месте, сейчас вышли на третье место. Вот мы сейчас играли вчера буквально с Дмитровым, обыграли 6-2. Был очень тяжелый матч, интересный. Мальчишки показали свои все качества. Это не только технический, но и характер, силу воли, стремление к победе. И забивали голы. Красивая игра была у нас. Расскажите, пожалуйста, какие качества должны быть у начинающего хоккеиста? У начинающего ребенок в первую очередь сначала должен хотеть. Ему должен нравиться этот вид спорта – хоккей. После этого, естественно, что качества у него должны присутствовать. Первое – это дисциплина. Ребенок должен быть дисциплинированный. Должен понимать, куда он приходит, что он хочет. Нужно внимательнее быть на тренировках, слушать, что говорит тренер. Еще помимо того, что слушает, нужно это выполнять. Вот такие качества. И мы, в принципе, развиваем. В первую очередь не только стать, чтобы он был хоккеистом. Мы в первую очередь развиваем, чтобы он личностью был. Личностные качества. Я уже говорил, это дисциплина. Умение общаться в коллективе. Хоккей – коллективный вид спорта. Ну, вообще, в хоккее очень много. Очень много качеств нужно, чтобы стать спортсменом хорошим. Давайте спросим об этом еще ваших ребят. С удовольствием. Расскажи, пожалуйста, как проходит твой день хоккеиста. Мой день начинается так же, как и у обычного жителя Москвы и Московской области. С подъема в 6 утра, но немного спортивным наклоном. Утренняя зарядка. Тренировки довольно сложные, но наша команда с ним справляется. Тренируюсь я примерно по 5-6 часов в день. Так как я вратарь, я много всего умею. Жонглировать, растяжка. Базовые качества. Отжимания, приседания, пресс. Ответственность очень важна для хоккеиста, вратаря. Для вратаря именно она важна для последнего рубежа, когда защиты уже нету. Выход 2-3-0. И остается последний рубеж, это вратарь. Ты несешь ответственность за команду, за себя, чтобы шайба не прилетела к тебе в ворота. Я защитник. Мне надо защитить ворота. Главное не бояться и не делать ничего лишнего. Что ты делаешь на тренировках? То есть какие элементы вы с тренером изучаете, проходите? Ну, 3-2 атака, потом качели. И новая у нас схема – паровозик. Обработка ударов – это мы учимся сильнее бросать. А дриблинг мы учим владение клюшкой. В каком возрасте стоит начать заниматься хоккеем? Ну, начать заниматься хоккеем, да, вообще, как бы, начать нужно заниматься спортом сначала. Хоккей-то уже маленько позже, уже, ну, маленько позже должен начинаться. Как вот, на сегодняшний день, это 5 лет, это самый возраст для того, чтобы начать занятия хоккеем. Раньше до 5 лет можно заниматься, там, или гимнастику можно ходить, можно там, кружки спортивные ходить. Сильно рано, я считаю, хоккеем не надо начинать заниматься, только в 5 лет – это самый такой оптимальный возраст для начала занятия хоккеем. Какая миссия у тренера во время тренировки? Какие элементы вы выполняете? Ну, тренировки подразделяются у нас на общую физическую подготовку и на специальную подготовку, то есть на льду. В зале ФУП мы, в данный возраст, у нас 2010 год, мы развиваем координацию движения, ловкость, акробатические элементы, то есть развитие вестибулярного аппарата, то есть акробатика и общую физическую подготовку. На льду мы обязательно усовершенствуем, мы всегда постоянно говорят, техника катания, техника катания, катания, чтобы было идеальное катание у наших ребят, для того, чтобы это потом в играх им было все это легче обыгрывать соперника. Можем сейчас посмотреть вашу тренировку? Да, пойдемте посмотрим. Основная тренировка у ребят начинается на льду. Здесь спортсмены развивают гибкость, ловкость и точность движений. Тренер всегда открыт для общения с начинающими хоккеистами. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается ваша тренерская деятельность именно вот на льду? Поддерживаем мастерство класса наших подопечных. В первую очередь мы из них пытаемся воспитать будущих профессионалов, спортсменов и порядочных людей. Суть нашей работы заключается в полностью поддержании физической формы. Ну и чтобы ребята постоянно были вовлечены в этот вид спорта. У детей в первую очередь трудолюбие. Как говорится, дисциплина побеждает класс. Полностью команда должна быть дисциплинированная. Самоотверженная, полностью с характером должны быть ребята. Без этого никуда. А мастерство со временем можно нагнать. Не беда. А у тренеров полностью должны быть с командой на одном уровне. Понимать детей. Чтобы дети были уверены в нем и чувствовали от него полностью поддержку. Вот это самое главное. Занятия у команды не только на льду, но и в зале ОФП. Большое внимание уделяют отработке бросков и технических элементов. Какие советы дадите начинающим спортсменам и их родителям? Ну, советы непосредственно, если по хоккейу, то ребенок должен у нас соответствовать тому, что он хочет в первую очередь желание ребенка. Это совет, чтобы ребенок, родители ребенка приводили, если он сюда хочет идти, чтобы они сюда не заставляли сюда идти, чтобы он шел сюда, сам занимался с удовольствием. Такое вот желание ребенка. А если родителям? Ну, родители приводят, да. Но ребенок может в процессе уже непосредственно где-то уже начинать понимать и включаться в это хоккейное общество наше. Кать, ты не представляешь, насколько я люблю утро. Мы столько всего узнаем вместе с нашими телезрителями. Утро будет еще лучше. Давай скорее посмотрим нашу рубрику про творчество с Полиной Баховой. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире творческая мастерская на ОТВ. С вами Полина Бахова. И сегодня у нас в гостях Ирина, мастер по полимерной глине. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Расскажите, что сегодня мы будем делать? Сегодня мы будем декорировать вот такую вот чайную пару с помощью запекаемой полимерной глины. То есть мы будем украшать кружечку и блюдце, правильно? Да. Давайте начнем. Для этого нам необходимо взять полимерную глину. Полимерная глина, она немножко похожа на пластилин, но обладает немножко другими свойствами. Она более упругая и при термообработке она становится твердой, что-то между керамикой и пластиком. И можно смело пользоваться изделиями, мыть их, пить из них чай, любимые напитки и получать удовольствие. И использовать ее во всю. Сегодня мы будем делать ирисы. Для этого нам надо взять три оттенка глины и сделать из них кейн. Мы будем делать градиент от более насыщенного цвета к белому выводить. То есть мы делаем цветы из примерной глины из лепесточков. Да, лепестки будем формировать, все полностью руками. Мы ничего не будем красить, у нас не будет готовых каких-то элементов. Все полностью будем делать руками. Итак, что мы делаем? Может быть я попробую что-то тоже? Сейчас вот из этого надо сделать треугольничек. Вот как у вас, да? Да, да. Ну, у меня вот такой вот. То есть надо... Глина на ощупь довольно жесткая. Да, она жесткая, но от тепла наших рук она становится мягче. Там содержится пластификатор, за счет этого она сейчас липкая. При нагревании, при запекании это вещество испаряется и она становится твердой. То есть мы делаем для лепесточков треугольничек, правильно? Примерно вот подойдет, если что, вы поправите. Сейчас, да, сейчас я сделаю. То есть здесь мы сейчас будем делать кейн, для того, чтобы делать, потом нарезать его и сделать лепестки кейн. Что такое кейн? Кейн – это глина, сложенная в определенном порядке, для того, чтобы добиться того или иного эффекта. Даже с помощью вот этих кейнов, их еще можно назвать просто колбаски, потому что они по форме потом будут напоминать колбаску. Из них даже делают лица. То есть добавляют глину в таком порядке, что можно потом вырезать, и у вас будут лица формироваться. Так вот у нас два цвета. Да, мы складываем эти два, то есть здесь самый темный, самый светлый, белый, и посередине мы будем… А, еще вот нужно, чтобы он вошел у нас между двумя треугольниками. Да, то есть вот такой вот. Угу. И это мы будем сейчас прокатывать на пастомашине. Это для того, чтобы получился переход цвета. Да, для того, чтобы получился плавный переход цвета, градиент, и потом у нас были лепестки именно без использования краски, а только с помощью глины. То есть с этими лепестками и красками в процессе использования ничего не случится, они не сотрутся, не вымоются, то есть цвет остается с вами надолго. Итак, это у нас называется пастомашина. Ее нужно прикрепить. Хорошо, я буду помогать держать, потому что у нас не позволяет немножечко условия. И? Мы прокатываем, мы ставим на самую широкую, здесь можно еще регулировать толщину пласта, которую мы потом будем пользоваться самой тонкой. Сейчас, пока у нас глина толстая, мы ставим на самую тонкую ширину. Выкладываем, и как тесто получается, да? Да, еще вот такие вот, когда видят у меня эту пастомашину, очень часто говорят, что это для лапши, да? Лапши, да, раньше делали в детстве, мы с мамой у нас была. Ну, немножко, да, немножко не так. Вы в два слоя и еще раз, да? Складываем, да. Можете, наверное, вот тут как-то, видишь, чтобы не портим. То есть мы складываем ее, опять же, складываем и прокатываем. Вот такой немножко, да, вот. Ничего себе, несколько слоев и постоянно, да? Да, то есть постепенно. А, вижу, переход. Он начинает, да, переходить от одного к другому. Сколько раз нужно так прокатать? Много. Много, да? Ну, катаем. Ну, в принципе, это занимает, наверное, полностью создание кейна занимает минут 10. Так вот, от и до уже. Все, это потом на монтаже тогда вырежут. Мы просто с вами катаем, пока нам нужный цвет у нас не получится. А красить можно эту глину? А ее можно в сыром виде тонировать пастелью, сухой, не масляной. И уже в запеченном виде, вот, допустим, я когда куколок делаю, лица, допустим, да, то есть глазки я рисую уже после запекания акриловыми красками. Ага, то есть они хорошо ложатся. Хорошо ложатся. Да. Что еще можно делать таким способом? Вы сказали, куколки. Ой, да все что угодно. На самом деле полимерная глина – это такое огромное поле для творчества, для деятельности, потому что с помощью нее даже иметь, то есть, ну, начиная от сладостей всяких, то, что пришло изначально к нам, это всякие капкейки, макаруни, пончики, вот, да. То есть можно имитировать крем, то есть ее можно с помощью, есть такое специальное средство, жидкая глина или пластификатор, то есть который содержится там. Если его добавить к кусочку глины, то глина, то есть ее в, ну, да, в какой-то тарелочке маленькой можно размешать, и получится прям крем. И его можно нанести, то есть и вплоть, да, имитирует кожу, драгоценные камни имитируют, там тоже очень много всяких. Так, простор для творчества огромный. Технир, да, то есть цветы активно делают из них. Ну вот, мы, в принципе, добились вот этого градиента, который нам нужен. Покажите, ага, вот у нас такой прям переход красивый, плавный. То есть плавный переход, у нас нет нигде, да, грани, то есть мы не видим, да, что вот здесь. За то, что мы много-много раз прокатали на вот этой специальной машине несколько цветов, у нас получился вот такой, вот такая заготовка. То есть полимерная глина мне еще очень нравится чем, что из нее можно сделать любой оттенок. То есть можно вам, допустим, надо немножко более розовый, да, вы добавили белого, он у вас стал бледнее, вы добавили немножко красного. То есть любой оттенок можно сделать, это тоже на ваш вкус. Теперь что мы должны? Теперь мы складываем немножко в другом направлении, то есть так мы складывали вот так, теперь мы складываем и прокатываем опять на пастомашине. Теперь уже вот так прокатывали, теперь прокатываем. В другом направлении. Да, вертикально ее ставим. Для чего это? Сейчас вот из этого мы будем складывать уже кейн. Вот уже получилось у нас длинное полотно. Вот такое вот, сейчас мы еще раз потоньше его здесь прокатаем. Да, то есть опять же, чем не надо лениться прокатывать лишний раз, потому что тогда просто градиент будет мягче. Здесь нужно быть очень нежным, наверное, с этим. Вот здесь, да, вот уже очень тонкий слой, он может, конечно, порваться. Теперь для того, чтобы именно сейчас формируем кейн, то есть для того, чтобы потом нам можно было нарезать с него лепесточки. Для этого мы складываем ее? Сделаем просто несколько оборотов сначала вокруг себя, а потом складываем вот такой вот арочкой. Сюда и сюда, обратно сюда. Как бы гармошка такая получается у нас. Да. И потом у нас получится, что в середине лепесток будет светлый. А, вот для чего. Потом переход будет светло-сиреневый и заканчивается самым темным оттенком. Наверное, для детей это большое удовольствие вот так вот лепить. На самом деле, для детей немножко сложно лепить. Да. Еще один? Еще один, да. Для детей сложно, потому что как раз-таки глину сложно размять. То есть вообще... Силы в пальцах не хватает, да? Да. Самостоятельно для лепки детей только с 8 лет будет предназначено. То есть меньше только под наблюдением родителей. И не справится, значит. Ну, да. Так, лепесточки готовы. Да, теперь нам надо немножко придать им фактуру. Для этого мы берем... Можно использовать... Вот я использую спицу. Можно использовать зубочистку. Вообще для полимерной глины очень много инструментов можно найти у себя дома. И не бежать за этим в магазин для творчества. Рисуем как прожилки, да? Ну, вот, да. Приблизительно вот так вот на глаз. То есть, да, мы немножечко вверх вот вытянем их. Угу. То есть, чтобы он был рельефный. Фактура получается очень необычная, как у настоящего растения. Угу. И вот так вот каждый лепесточек. Угу. Вот такие лепесточки у нас получились. Заготовочки. И теперь мы... Теперь мы внешний ряд лепестков немножко затонируем в серединке пастелью. Угу. Желтеньким. Для этого мы берем сухую пастель. Желтую. Есть иногда несколько оттенков, можно выбирать на свой вкус, какой больше нравится. Вот у меня такой вот более насыщенный желтый. Можно это делать кисточкой. Мы тонируем три лепестка. Которые будут в серединке создавать? Которые будут, нет, наоборот, они будут. Я думала, создаем эффект пыльцы. Угу. Тонируем. Да. Даже можно это делать пальцем, тогда прям по ребрышкам. Можно я тоже попробую. Да, конечно. Вот так вот. Тонируем серединку. Да. Сейчас мы будем формировать цветок, и для этого надо взять серединку цветка. Угу. Можно взять вообще любой. Даже можно взять сорванную пластику, которая остается, да, и там несколько цветов смешаны, потому что, в принципе, его будет не видно. Вот, но в последнее время я стала делать немножко раскрытые лепесточки. Я беру желтый, то есть, ну, как вот, как тычинка, да, чтобы вот такой... Мы снимаем наши лепестки. Ножичком снимаю. Да, причем вот очень, так, горизонтально его максимально сильно нажимать, потому что, в противном случае, глина порвется. Угу. 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 То есть, мы здесь сжимаем, и вот здесь. Как лодочка, да? Да. И теперь мы берем нашу сердцевинку и вот этой стороной прикладываем. То есть, внешней стороной, да? Да. И закрываем полностью вот эту вот серединку. То есть, если где-то она у нас там будет проглядывать, но она будет видна. Угу. Вот чуть-чуть. И теперь мы вот здесь вот это зажимаем, то есть, скрепляем их. Угу. Вот эти вот края расправляем. Края расправляем, да. Уже получается прям бутончик. Ну, то есть, допустим, да, если там делать композицию, можно один какой-то полный. Полузакрытый сделать, да, оставить его, в принципе, даже на это. Угу. Угоднём. И теперь мы вот сюда вот добавляем наши лепестки, которые затонированы. С желтым цветом. Угу. Итак, таким же способом мы делаем заготовочки листьев, рисуем тоже на них жилочки. Раскатываем на пастомашине, вырезаем, да, и делаем прожилки. И когда у нас всё готово, мы... Можно уже приступать... Можно уже приступать к украшению нашей чайной пары. Ирисы лучше распределять по кружке, чтобы они друг друга не касались. Потому что в противном случае получится такой вот... Ну да. ...кашица такая несуразная. То есть расстояние между ними небольшое не должно быть. Угу. Прикрепляете снизу и сверху, я так вижу, да? Сфиксируете. Да, даже можно ещё сделать, допустим, чтобы лепесток лучше лёг, а больше была площадь соприкосновения с кружкой. Потом для дальнейшего использования более надёжное можно где-то добавить. Угу. И так же укладываем листочки. Так, и ещё один, да? Угу. И в итоге у нас получается вот такая удивительная красота. Ирисы, украшенная чайная пара, кружечка и блюдца. Столько всего успели за одно утро. Я считаю, что этот день будет самым лучшим. Конечно, Руслан. Удивительное рядом. Встречайте утро вместе с нами. И узнайте много интересного. Пока! Пока!